Российские силовики уходят на удаленку. Спецподразделения массово закупают роботов. Умные машины выполняют задачи разведчиков и саперов. На базе отряда ОМОН «Русич» в Подмосковье прошел показ современной техники и средства защиты. Демонстрацию приурочили к 320-летию инженерных войск. Ее посмотрел Игорь Наймушин. У них нет права на ошибку. И даже современное оборудование и надежные средства защиты не гарантируют полную безопасность. В армии – саперы, в Росгвардии – взрывотехники. Но суть их службы одна и та же – обезвреживать взрывчатку, сохраняя жизнь и здоровье людей. Работа опасная, работа интересная. Она есть служба, она же работает, это их хобби для кого-то. Многие люди работают много лет и никуда не уходят, хотя есть перспективы роста. Просто здесь им интереснее. Первым запускают робота-разведчика. Именно он должен обнаружить подозрительный предмет. Но что там в этой коробке? Подскажет специально обученная немецкая овчарка. Пес по кличке Клин сел рядом. Значит, учил взрывчатку. Делается снимок рентгеновским комплексом. Если на нем видно какие-то провода, механизмы, батареи, то уже старший инженер-сапер принимает решение. Либо уничтожает этот предмет, либо перевозится в безопасное место. В итоге взрывотехники решают уничтожить опасный предмет на месте. Для этого они используют гидропушку. Работа филигранная. Спешить в таких делах нельзя. И времени нужно порой ни часа, ни два, а гораздо больше, чтобы не попасть в ловушку. Есть куда развиваться, потому что останавливаться на достигнутом, на полученных знаниях никогда нельзя. Технологии идут вперед. Преступники, к сожалению, тоже идут вперед. И нам за ними нужно успевать и стоять впереди них. Каждый день взрывотехники выходят на службу, оставляя дома семьи, детей. Как пройдет очередная смена, никто не знает. Слишком большой риск. Игорь Наймушин, Наталья Быкова, МИР24.